Вас очень много смотрят в России, и у меня нет никаких сомнений, что вы, как журналист, как человек, глубоко ненавистны правящему режиму в России. Я вам скажу, что... Я, извините, не забуду, сегодня я говорил с Катей Полищук, это пташка больше известная, да, это она мне подарила свой шеврончик, я только приехал. У меня был двухчасовой эфир с ней, мы говорили, знаете, в удовольствии, никто не... не было никакого тайминга, хронометража, и она вспомнила, говорит, так я тебя хотела увидеть, еще когда в плену была. Я говорю, серьезно, а почему? А потому что, ну, про тебя рассказывают, ты самый худший вообще, вообще просто самый худший человек. И она говорит, я когда в плену понимала, что если они так о тебе отзываются, так описывают тебя, то ты, видимо, хороший парень. Я говорю, ну да, вот и час настал, говорю, наконец-то познакомлюсь. Да, извините, я перебил. Да, вот сейчас стало известно из официального сообщения Службы Безопасности Украины о том, что элитные подразделения ФСБ готовили мою физическую ликвидацию в Киеве. У вас были такие сигналы, что вас хотят ликвидировать? Еще когда жив был Денис Монастырский, он, ну, лично мне сообщал об этом, у нас было общение, он меня приглашал. Мы общались, подарил часы, а тогда, ну, хороший парень, конечно, был очень жаль, жаль, что так произошло. Ну, в моем случае тогда это, конечно, не получило никакой публичной огласки, потому что тогда ситуация была, ну, сложнее. И тогда подобных замахев очень много останавливали. Мой был один из, скажем так. То есть я не сомневаюсь, что замахи, ну, покушений на вас уже могло быть остановлено, например, 3 или 4 или 5. Просто сказано вот сейчас о первом, о котором можно говорить публично. И то, ну, что мы знаем, что это элитная группа ФСБ, что их 4 человека. Если им инкриминируют державную зраду, а им инкриминируют державную зраду, то, видимо, это все-таки граждане Украины. Да, граждане Украины с центром в Москве, ФСБ. Да, но с центром в Москве. И одна наружкой занималась наблюдением. Ну, в общем, это все уже технические нюансы. Я думаю, ну, я надеюсь, что в ближайшее время мы узнаем как бы больше подробностей. Узнаем, узнаем. Что я могу сказать, Дмитрий? Я рад видеть вас живым-здоровым. Заимно. Да. Из того, что вы понимаете, на сегодняшний день, два с половиной года прошло войны, уже вы много знаете, много понимаете, у вас большой круг общения. Что дальше? Вы можете сказать, что дальше? Так ведь от многих же факторов зависит это вот, что дальше. Вот это вот, что дальше, вот разрешат нам завтра АТКМСами бить по Кремлю, вот будет одно, что дальше. А зажмут они нам поставлять боеприпасы, будь другое, что дальше. Серьезно, мы находимся в зависимости от наших западных так называемых партнеров и до многих, в частности до меня, только сейчас дошло, насколько мы были неправильны, ну, насколько у нас была неправильная позиция по отношению к ним и по отношению внешней политики с самого начала получения независимости. Введи бы мы себя по-другому. Это я сейчас не хочу заниматься популизмом вроде того, что не надо было ядерку отдавать там. Ну, ключи от ядерки, они, конечно, были в Москве. И, конечно, если бы мы не стали ее отдавать, то санкции полетели бы против нас. И западные. Да, другой вопрос, на каких условиях мы могли бы ее отдавать? Третий вопрос, Будапештский меморандум. Вы же, ну, читали, мы, я понимаю, мы много на них ссылаемся, и формально этот документ вроде как должен гарантировать нашу безопасность. Начитая шестой пункт, в котором написано, что в случае чего мы будем предоставлять вам консультации. И мы вот это вот подписали, да, мы вот из-за этого отдали оружие свое. Мы самолеты пораспилили, ракеты поотдавали. Тот же Х-101, ну, я точно не говорю, но по утверждениям многих экспертов, могут по нам сейчас бить теми ракетами, которые мы когда-то отдали России. Ну, то есть это, ну, ну, так, и сейчас вот вы когда спрашиваете, а что дальше, ну, посмотрите, если мы, сейчас, мне кажется, мы ведем правильную политику. Что касается Курска, да, операции по Курску, ну, конечно, я считаю, что это просто гениально, да. Ну, понятно, что, да, что на Покровском направлении, ну, прям, ад очень тяжело. Я не военный тактик, не военный стратег, но даже если смотреть на километраж, то в Курске по квадратным километрам мы взяли территории больше, чем они у нас на Донецком направлении за год. Поэтому, ну, а если говорить об имидже, о психологическом ударе, о вот этом сломе, который должен произойти, а он происходит, опять-таки, силой, силой и только силой. И вот они, и вот до них доходит, и вот они начинают понимать, они начинают разочаровываться, у них начинают опускаться руки, потому что Киев за три дня был их целью, максимум за 10 или за 11 дней. Но никак не упереться на рубеже и воевать, где уже гибнут их срочники и уже экономика трещит по швам, а это действительно так. Ну, при таком раскладе, что будет дальше, опять-таки, продолжат санкции против них? Китай продолжит их кидать или начнет им помогать? Если Китай остановится на этом моменте и скажет, не-не-не, все, ребята, вы нам это чистые юани, давай, грязные нам не надо, а чистых у вас нет, понимаете? И импорт, и экспорт с Китаем будет тормозиться, продолжать тормозиться дальше. А американцы еще включатся, еще добавят санкции, и, наконец-то, без американских микросхем начнут производиться ракеты, это, соответственно, они не будут летать, российские, да, то дальше будет все очень хорошо. Дальше все будет очень хорошо, потому что для России наступит новый 91-й год. Да. Когда без ножек Буша им не будет, извините, что жрать. Да. И тут они начнут думать, что вот, наверное, воевать не надо. Ну, наверное, я не знаю, но я предполагаю. А если американцы продолжат, как вот эту вот свою игру в сюсюканье с Россией, да, если по какому-то плану хитроумному какого-то идеолога на сегодняшний день, например, если выиграет Харрис, да, и вот у нее придет тоже хитроумный очень сильно советник, который начнет ей говорить, ну, вы знаете, ну, может быть, не надо, ну, может быть, мы давайте оставим эту Россию. Она хоть и одаробла тупая, но она хоть контролирует. Не-не, у нее правильный советник придет, фамилия его Гордон, он-то все хорошо сделает. Я знаю, да, ну, это же мы надеемся, это же мы надеемся, а как оно-то будет, мы еще не понимаем. Вот, но варианты же можно скрутить бесконечное количество времени. Вот, а может быть какой-то средний вариант, который не устроит никого, и все будут разочарованы, и всем будет печально, и больно, и обидно. И вы понимаете, что в жизни оно, что так чаще всего и бывает, к сожалению. Володя, а что у вас с Красным Крестом случилось? Лично у меня с Красным Крестом ничего не случилось. У Красного Креста случилось с нами, и случилось уже два года назад, ну, два с половиной года назад, и два года назад уже стало абсолютно точно, понятно, что эта организация... Ну, давайте с вами просто сами посудим, что чем занимается у нас организация. Дмитрий Лубинец два года назад написал запрос в Красный Крест. Пожалуйста, объясните, вас пускают в тюрьмы в российские, к нашим пленным, или не пускают? Если не пускают, объясните, сколько запросов вы давали для того, чтобы зайти в эти тюрьмы, и в какие конкретно тюрьмы вас не пустили? Это если кратко рассказать запросы от нашего уполномоченного по правам человека от Верховной Рады. Официальное лицо, ни я, ни кто-нибудь там, ни какой-нибудь журналист, дает запрос. Что, как реагирует Красный Крест? Есть Международный Комитет Красного Креста, я имею в виду, потому что это не украинский. Есть украинский Красный Крест, который занимается гуманитаркой, там вывозят раненых, вывозят, эвакуируют просто мирных. Это нормальные ребята, то есть к ним вопросов нет, быть не может. А вот есть вот именно Международный Комитет Красного Креста, который вхож к пленным, который прописан в международных женевских конвенциях, прописан. То есть он может входить к пленным. Но этот Международный Красный Крест, пользуясь своей возможностью, бесконечно ездит по нашим лагерям, сюсюкается с российскими пленными. И мне сейчас могут сказать, а, так ты что, тебе не нравится, что Красный Крест контролирует, чтобы не было нарушения прав российских пленных? Вообще, положа руку на сердце, я и так знаю, что этих нарушений прав и так нет. Там у них и так все хорошо и прекрасно. Но если говорить о паритетности и нейтральности, то какой они себя позиционируют организацией, то я так понимаю, что если они посетили 10 российских пленных в Украине, то, наверное, с точки зрения паритетности и нейтральности, они должны посетить 10 украинских пленных в России. Да? 10 россиян в Украине, 10... Но получается по-другому, получается, что они посещают 100 россиян в Украине и ни одного в России. А почему? По их отчету, по их отчету, значит. Таких-то нарушений с точки зрения, с украинской стороны обнаружили. Вот ненадлежащие отношения, вот тут животик заболел, таблеточку не дали. Вот здесь от забора трава должна растить на полтора метра, а растет на метр 25 сантиметров. Вот такие нарушения мы нашли в украинском лагере. В российском 0-0-0-0-0. Ну, потому что мы туда просто не зашли. Добрый день! Это, ну, это серьезно можно считать на сегодняшний день нейтральной организацией. И когда мы, ну, мы это родственники наших военно-пленных, у которых, естественно, есть праведный гнев по этому поводу. И, естественно, есть запрос на справедливость. Да. Они приходят к Красному Кресту с фотографиями своих замученных, изуродованных, убитых детей. Настоящими фотографиями. И задает вопрос, вы хотя бы вообще можете сказать, вас вообще пускают туда, не пускают. Вы зачем у нас здесь в Украине сидите? Что вы делаете там? Вы чего-то добиваетесь? Если вас не пускают, вы будете хотя бы об этом как-то заявлять? Хоть какую-то глубокую обеспокоенность вы будете высказывать? Потому что они даже этого, чтобы вы понимали, не делают. Они вообще просто ничего не делают. Они игнорируют. И этот представитель берет микрофон и начинает свою пятиминутную тираду. Ни о чем вообще просто. Можете это на моем видео посмотреть. Вообще просто ни о чем. У меня такое впечатление, что какой бы вопрос ему не задали, он бы говорил эту пятиминутную речь. Ну и у нас вопросы. А, извините, а если вы покрываете преступников? Вот вы знаете, что они преступники, но об этом не говорите. Вы не являетесь ли вы соучастниками преступления? Если вы знаете, что вас не пускают. Не хотите ли вы задать этот вопрос, Володь, ну, для того, чтобы весь мир об этом знал и слышал? Публично. Публично. Почему вы не хотите осудить публично этот факт? Они говорят, так мы не хотим говорить, кто хуже, кто лучше. Он так выразился. Мы не хотим говорить, мы не имеем права говорить, кто хуже, кто лучше. Понятно, я понимаю вашу реакцию, и у многих была такая же реакция, но я иду дальше. Я говорю, так мы не просим вас сказать, кто лучше, кто хуже. Мы просим предъявить вас факты. В украинский лагерь для военнопленных один, два, три, четыре, их уже четыре у нас. Вы ездите, и я это знаю. Если надо, я могу за вами наружное наблюдение установить, лично. Как журналист показать, где вы ездите, и какие это отели. И да, это отели не по полторы тысячи гривен за ночь. Нет. Это хорошие, знаете, в основном они снимают. То есть финансирование у них хорошее. А финансирование откуда у них идет? От стран, от разных государственных учреждений, которые сбрасываются на красный крест. У нас многие сбрасывались на красный крест. И оно все стекается, вот это вот финансирование. Люди так донатят, делают пожертвования. Люди во всем мире думают, что красный крест это такая офигенная гуманитарная организация, куда можно задонатить и поставить себе плюсик в карму. Но люди во всем мире пока еще не знают, что они донатят просто в никуда. Никакого толку просто с деятельностью этой организации, конкретно им, конкретно этим людям, просто никакой не будет. И мы как бы вышли с этими простыми вопросами. Вообще простыми вопросами. И не нашли ответов. И я сказал, что, ребят, вы давайте что-то делайте. Как-то меняйтесь. Потому что последствия могут быть вообще непредвиденными. И это очень, знаете, так широко я сказал. Потому что это действительно правда. Завтра там соберется не 500 мам, даже не 500, там, наверное, 100 мамочек было наших военнопленных, там, жен и дочерей. А завтра их будет 5 тысяч. Ну и вот я не знаю, где будет этот момент. Там, где кому-то просто надоест слушать вот этот маразм, который несут представители. Это издевательство, понимаете? Просто над людьми, которые несут представителей Красного Креста. Они просто выходят, ну, серьезно, они думают, что они на партбюро на своем каком-то выступают. Или что, или на комсомольском съезде на своем. Потому что, ну, они мне дико все напоминают каких-то, ну, и вот комсомольцев и какое-то партбюро, на котором каждый выходит для того, чтобы произнести какую-то номенклатурную речь. Все. Ура, товарищи, разошлись. Нет, у какой-то из наших мам может просто не выдержать нервы, понимаете? И я же говорю, возьмут их, случайно разберут на молекулы просто в центре Киева, и все. Ну, будут правы. Володь, я хочу поблагодарить вас за очень интересное интервью. И хочу поблагодарить вас, конечно же, за замечательную вашу работу, которая видна, ощутима и очень полезна для Украины. Вы знаете, напоследок я хочу вас спросить, чисто такой человеческий вопрос, два с половиной года в таком, в такой обойме, в таком темпе, в таком, знаете, движении постоянном, когда уже все сто раз должно осточертеть. Не надо есть, а осточертеть. Вы не устали? Устал и стараюсь максимально абстрагироваться от этой работы. Перехожу сейчас, открыл себе полностью этот украинскомовный канал, на котором и было это видео с Красным Крестом. Заблокировал просмотры с России, серьезно. Это такое удовольствие, вы себе не представляете. Да, 10 тысяч просмотров или 20 или 30, но я знаю, что это все в основном украинцы или адекватные, вменяемые люди. Что еще раз говорит, что россияне тоже может зайти через VPN посмотреть, но я понимаю, что это уже, скорее всего, адекватный человек. В основном все понимают, о чем речь, можно поговорить, подискутировать. Нет вот этого, вот это вот навалы, вот этих вот зомби, каких-то совершенно отбитых, которые пишут чушь в комментариях. Также запустил на своем основном канале, то есть уменьшил значительно сейчас количество интервью с пленными, как такого. И просто делаю стримы, обозрение текущих новостей. То есть выхожу и прям вот час вот мы сидим, собираем информацию и читаем, кто что, о чем написал, сказал. Ну, тут стандартное обозрение новостей. Ну, я вам скажу, что все нормально, все хорошо идет. Я чем больше отхожу от этих интервью, тем лучше себя чувствую. Конечно, я понимаю. Я уже 4 килограмма веса сбросил. Я как уменьшил вот это вот количество интервью, я уже сбросил 4 килограмма веса. А многие заметили, что я набрал веса. Вы думаете, я от хорошей жизни набрал вес? Нет, потому что ты если день с этой нечистью поработаешь, ты потом вечером идешь и хочешь, не хочешь, тебе как-то надо этот стресс весь заедать. Да, и запивать. И запивать там пиво какое-нибудь, может быть еще что-нибудь такое. Но в любом случае ты пытаешься как-то все это вот забить. И вот от этого и набор. А получается ты до вечера отработал, пришел поужинал, лег спать, утром снова поехал с ними. И вот так вот по кругу, по кругу, по кругу, и вы спрашиваете, надоело ли? О, очень надоело. И я же говорю, я максимально пытаюсь от этого отойти. Ну, вы оптимист? Я реалист. Так хотел на хорошей ноте закончить. Скажите, что... Это хорошая нота. Это очень хорошая нота. Я считаю, с чисто реалистической точки зрения, давайте посмотрим. Вчера Россия кричала за три дня, била по нам ракетами, и нам нечем было ни защищаться, ни отвечать. А сегодня мэр столицы, страны, которая вчера кричала про Киев за три дня, считает количество прилетов украинских дронов. Это реальность, это реальность. Ну, так вот, и я считаю, что все идет, значит, по строго заготовленному плану. Хочу обратиться к россиянам. Берите власть в свои руки. Нам с вами будет проще договориться, чем с кучкой нацистов и наркоманов, засевших в Кремле. Вот это прекрасный финал. Спасибо. Прекрасный.